Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Захарова и коротко о событиях города и края. Олег Кожемяков встретился с бойцами 155-й отдельной гвардейской бригады ТОВ отряда «Тигр» и 5-й армии. В ходе поездки была доставлена очередная партия спецоборудования. Работаем здесь. Посетили наших ребят. Это 155-я бригада морской пехоты. Также побывали в нашем Арсеньевском батальоне ремонтно-восстановительном, где пообщались с нашими земляками. Посмотрели, чем можно еще помочь, каким инструментом. Ребята настроены нормально. Побывали также среди мобилизованных в 5-й армии. Передали, значит, и 5-й армии, 155-й, и батальоны «Тигр». Сейчас едем туда, передали порядка 90 приборов ночного видения. Передали, значит, более 100 радиостанций, 50 квадрокоптеров. Распределили все это. Нет, это 155-й по тигуле. Отдельно тигуле. Ну, может, по тигуле общая. Кадрокоптер Мавик-3 5, радиостанции «Кипера-5», радиостанции «Кипера-5», полимерный аккумулятор «Север-10», радиостанции «Боинг-20», прицел «1-5». Пока разбирайте это. Да, да, да. Да, я, кстати, тоже в учебный отряд, я отдал 4 прицела, отдал 2 коротокоптера, с тем, чтобы они уже, рации отдал, с тем, чтобы они уже начинали на месте тренировки. Такую помощь мы будем оказывать ежемесячно. Она дает возможность, в общем-то, своевременно проводить разведку, она дает возможность сберечь жизни наших ребят, с тем, чтобы наши части были самые боеспособные. Также в ходе поездки глава региона посетил бойцов ремонтно-восстановительного батальона «Арсеньевский». Подразделение уже доказало свою эффективность в зоне специальной военной операции. Это настоящие профессионалы, которые работают на совесть, восстанавливают боевую технику оперативно и качественно. Вот наша техника, которую наш «Арсеньевский» батальон ремонтно-восстановительный делает. Все парни, все с Приморского края. Поэтому все это пойдет на фронт. Мы им еще подбросим инструмент, для того, чтобы быстрее все восстанавливать. И артиллерийские системы, и БМП, и танки. Вот доблестный гиацинт. Скоро уедет уже отсюда, восстановили. Вот тут уже готов танк следующий. Уже сегодня, возможно, уедет. В Приморском крае по поручению губернатора Олега Кожемяка введена единовременная материальная выплата для мобилизованных граждан. Рассчитывать на нее могут люди, призванные в рамках частичной мобилизации в соответствии с указом президента Российской Федерации. Единовременную выплату в 150 тысяч рублей мобилизованным будут назначать в беззаявительном порядке. Добрый день, дорогие друзья. В наш адрес поступает много обращений от военнослужащих по поводу выплат семьям, которые пока еще не получают положенные выплаты от Министерства обороны. Поэтому мы приняли решение выплатить семьям военнослужащим по 150 тысяч рублей. Я думаю, что это будет хорошая поддержка. Многие нуждаются мне, многие потратили денежные средства на сборы военнослужащих. Поэтому, кроме того, мы поможем всем необходимым. И обеспечим возможность бесплатного посвящения детских садов, то есть также спортивных секций, учреждений дополнительного образования, бесплатным питанием в сельской местности. Мы организуем работу по доставке дров населению. Это та работа, которая нам сегодня важна и нужна. Будем дальше помогать и поддерживать и семьи военнослужащих, и самих военнослужащих по ставкам для специального снаряжения и оборудования. Единовременные выплаты осуществляются за счет средств резервного фонда правительства Приморского края. Перечисляться на лицевые счета граждан они будут после предоставления войсковыми частями сведений о мобилизованных лицах. Получить консультацию по выплате мобилизованной и члены их семей могут по телефону 8 423 239 38 48 в рабочие дни с 9 до 18 часов. В Дальнегорской центральной городской больнице на базе сосудистого центра начало работу реабилитационное отделение, где оказывают помощь больным, перенесшим инсульт. С пациентами занимается целая бригада специалистов на новом современном оборудовании. Подробности в следующем сюжете. Здесь задаются параметры. Значит, вперед. Здесь скорость у нас будет 1, 3. Так, угол угол на 3. Вот, значит, вы можете держаться вот за эти урочные. Или здесь, как вам сейчас будет удобно. Как вам комфортно идти или если она грустная, как самочувствовать сейчас начало процента себя? Сейчас уколы небольшой, хотя движение в подъем. Смертность от инсультов в России, как и в целом во всем мире, занимает одно из первых мест. Врачи говорят, что случаи острого нарушения мозгового кровоснабжения за последнее время помолодели на 10 лет. Сейчас в зоне риска не только пожилые люди, но и люди среднего возраста. Факторами, повышающими риск возникновения инсульта, является употребление спиртных напитков и курение. Помимо этого, большой риск возникает и у людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Такого направления, как реабилитационная медицина, прежде в Дальнегорске не было. Хотя потребность в восстановлении пациентов после перенесенных заболеваний всегда была высокой. Если раньше больных направляли в медицинские учреждения Краевого центра, то с открытием отделения квалифицированная помощь стала доступна на месте. Реабилитация – это комплекс мероприятий, направленных на максимальное восстановление утраченных функций вследствие какого-либо заболевания. Это не обязательно инсульт, это может быть травма или тяжелое инфекционное заболевание. Центр находится на базе сосудистого отделения. В первую очередь он ориентирован на пациентов с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения. Реабилитация проводится как в условиях стационара. Под эти цели в сосудистом отделении выделены несколько коек, так и амбулаторно. Работает команда специалистов – два врача, два инструктора ЛФК и два логопеда. Совместно вся эта бригада оценивает реабилитационный потенциал, разрабатывает план реабилитации с учетом состояния человека. У нас такое произошло радостное событие, и на нашей территории появился центр реабилитации. Значит, хочется начать с такого вводного слова, сказать вам о том, что на сегодняшний день случаи инсультов, они участились. Это связано с перенесением коронавирусной инфекции. В связи с этим у человека развивается такая, происходит такая мозговая катастрофа, да, которая влечет за собой тяжелые последствия. Вот чтобы справиться с этими последствиями, чтобы вернуть человека к жизни, необходима работа целой сплоченной бригады реабилитации. Я вхожу в эту бригаду как логопед, и мое направление заключается в том, чтобы я вернула речь пациенту, который перенес инсульт. Ситуации бывают очень сложные, очень тяжелые. Бывают пациенты неговорящие, и мы прикладываем все усилия. Где-то бывает работаем коллегиально, и прикладываем все усилия для того, чтобы человек вновь мог разговаривать и ощущать себя полноценным человеком. Есть, конечно, в нашей бригаде и другие специалисты. Они тоже вносят свою огромную лепту в этот процесс. Это вообще огромная радость, что мы можем вот так поучаствовать в чьей-то жизни, да, восстановить жизнь человека, помочь ему, почувствовать себя полноценным. Я очень рада участвовать в этом проекте. Я очень рада развиваться в этом проекте, познавать что-то новое. Вообще для меня, как бы, для логопеда, да, огромная радость, огромное счастье попробовать себя не только в классической, да, вот системе, как раньше, работа с дошкольниками и школьниками, а еще попробовать работу в медицинском направлении. То есть я очень рада вот этому направлению, даже в таком контексте, что такое внутреннее саморазвитие, да. И плюс еще, конечно же, плюс еще, конечно же, помощь, да, в центре реабилитации, работа в центре реабилитации. Хочется выразить, конечно, благодарность нашему главному врачу Роману Викторовичу Полякову за его заботу. Это действительно руководитель с большой буквы. Он очень переживает за этот проект, больше всех нас, наверное. Он всегда поможет, всегда поддержит, к нему можно обратиться за советом, за помощью. Он большой молодец, он не только планирует что-то, да, он еще все это воплощает. Поэтому очень большая заслуга в работе принадлежит и ему в том числе. И, конечно же, в работе наших специалистов. Мы постоянно совершенствуемся, мы постоянно находим какие-то новые формы помощи. Мы, так сказать, очень горим, горим ведь этим направлением, да, направлением очень горим. И очень хотим, чтобы пациентам стало лучше, чтобы они смогли как можно быстрее вернуться к своей полноценной нормальной жизни, чтобы они снова могли почувствовать себя здоровым человеком. Мне очень приятно здесь работать, я очень счастлива, что попала в бригаду реабилитации. Очень всем благодарна. Мы будем стараться, мы уже стараемся, постоянно совершенствуемся. Вот, ну, желаю нам всем всего самого наилучшего, саморазвиваться, ну, идти дальше, идти дальше, конечно, идти дальше, помогать, восстанавливать, вот, радовать пациентов, да, и радоваться самим. Отделение оснащено велотренажером, тренажером для ходьбы с настройкой угла наклона, аркой с поддерживающим поясом, ортезами для рук, кистей, ног, позвоночника. Занятия на этих аппаратах помогают восстанавливать движения в пораженных конечностях, развивать мелкую моторику и координацию. Ведь зачастую люди, перенесшие инсульт, беспомощны. Для них даже простое движение становится проблемой. Каждый третий пациент нуждается также в помощи в восстановлении речи. Задача специалистов-логопедов в том, чтобы вернуть утраченную функцию, насколько это возможно. Многое зависит от того, насколько сам человек этого хочет, насколько хватает терпения и целеустремленности у пациента и окружающих его близких людей. Весь курс реабилитации, нахождение в стационаре, лечебная физкультура, массаж, занятия с логопедом проводятся для пациентов бесплатно по полису ОМС. Дальнегорский ГОК Дальнегорский ГОК испытывает кадровый голод. Сегодня предприятие нуждается в большом количестве работников. Подробности в следующем сюжете. Одно из старейших градообразующих предприятий округа Дальнегорский ГОК всегда нуждалось в работниках. Однако на сегодняшний день вопрос нехватки кадров стоит особо остро. Специалисты нужны на всех этапах работы, во все цеха и на самые разнообразные должности. На сегодняшний день предприятие остро нуждается в таком важном специалисте, как инженер по подготовке производства. Кандидат на эту должность должен иметь высшее техническое образование, гидротехник, инженер или обогатитель, и желательно иметь опыт работы в данной отрасли. Однако предприятие готово рассмотреть кандидатуру и без опыта работы. Работнику гарантируется официальное трудоустройство и социальный пакет, заработная плата по договоренности. Дружный коллектив предприятия и интересная работа ждут вас. Обращайтесь по телефону отдела кадров 8 423 73 3 44 95 и 8 423 73 3 43 24. С началом осеннего сезона и установкой сухого ветреного климата возникает риск возникновения лесных пожаров. Об этом и о статистике пожаров за прошедшую неделю и период с начала года рассказал директор отряда противопожарной службы номер 9 по охране Дальнегорского городского округа Владимир Исаев. За прошедшую неделю подразделения пожарной охраны выезжали на тушение пожаров 6 раз. Два раза мы выезжали на аварийно-спасательные работы и один раз на ложный вызов. Если брать статистику с начала года, то на пожары мы выезжали 229 раз. Из этих пожаров два раза мы тушили социально значимые объекты, 63 раза мы выезжали на тушение в частный сектор, объекты торговые у нас горели два раза, пять раз мы тушили автомобили, 71 пал у нас был и 83 раза мы выезжали на тушение санкционированных свалок. И 70 раз мы выезжали на аварийно-спасательные работы. То есть по статистике видно, что наиболее большое количество выездов мы совершаем на тушение пожаров, таких как это палы и дистанционированные свалки. У нас впереди пожароопасный период начинается. Несколько муниципальных районов уже приняли особый противопожарный режим, ввели на своих территориях. Видите, что у нас установилась достаточно сухая ветреная погода. И чтобы обезопасить себя, я хотел бы вам сказать основные требования пожарной безопасности в преддверии особого противопожарного режима. Самое первое, это запрет разжигания костров на дачных участках, на участках частных жилых домов. Сжигание травянистой растительности вокруг своих дачных участков, вокруг каких-то территорий. Ну и просто сжигание мусора. Почему? Потому что при такой погоде, видите, да, у нас листва упало, все сухо. И при небольшом ветре, а как правило у нас ветры в такую осеннюю погоду порывистые, может возникнуть пожар, быстрое распространение, уход огня в лес и уход огня на жилые постройки. Исходя из опыта прошлых лет прохождения пожароопасных периодов, могу сказать, что основная масса пожаров это человеческий фактор. Да не основная, а все 100%. Кто-то мусор сжигал, как правило пенсионеры на своей территории дачной. Не посмотрел, не ожидал, поставил две бутылки пластиковые для воды, с водой. И думает, что таким образом он как-то обезопасил. Это были переходы в лесной массив таких пожаров. Люди находились, те, кто совершил такие поджоги, сжигание мусора, виновные люди устанавливались, возбуждались уголовные дела и предъявлялись реальные обвинения. И люди выплачивали, помимо морального ущерба, который совершили своим соседям, они еще платили ущерб, который огонь причинил лесному федеральному массиву. Там суммы достаточно серьезные. Поэтому хотел бы вам сказать, чтобы этого не случилось, ни в коем случае нельзя сжигать траву, нельзя сжигать мусор после уборки своих дачных участков, отжигать эту траву от своих заборов и еще что-то. Если вы пришли в лес для каких-то целей на отдых, там еще что-то, и развели костер, то по уходу обязательно вы должны костер этот залить и убедиться, что нет ни дымка, ни пара. Если что-то оставите, то, конечно же, возрастает вероятность того, что от этого костра непотушенных углей может разойтись огонь. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин